Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал Диетолога Скачко. Лечение сахарного диабета первого либо второго типа достаточно сложная задача. Но, если правильно приготовить семена льна и правильно применять семена льна при сахарном диабете, то лечение диабета первого типа будет идти с меньшим количеством осложнений, а лечение сахарного диабета второго типа может закончиться выздоровлением. Сахарный диабет второго типа можно вылечить, если правильно использовать, учитывать особенности обмена веществ в вашем организме. В том числе, если вы знаете, как приготовить семена льна правильно. И в этом видео я разберу несколько наиболее часто, на мой взгляд, используемых способов приготовить семена льна для лечения сахарного диабета, а вы сделаете свой выбор. Итак, как чаще, на мой взгляд, по моей информации, рекомендуют использовать семена льна врачи-эндокринологи. Чтобы получить достаточно быстрый результат, они советуют столовую ложку семян льна, залить 200-300 мл холодной воды, довести на водяной бане до кипения, томить на водяной бане 15 минут, настаиваете вне водяной бане 45 минут, и настой семена льна, приготовленный по классической технологии, которая зафиксирована в фармакопии, готов. Как использовать семена льна? Ну, можно использовать по-разному. Я написал уже несколько видео, как использовать семена льна, в зависимости от того, есть у вас гастрит, либо нет у вас гастрита. Есть у вас панкреатит, либо нет. Вам нужно решить проблему запора, геморроя, либо у вас хорошая работа кишечника. И ссылочки на эти видео я в конце дам. Поэтому, как врачи-эндокринологи советуют, не знаю. Но, как приготовить, советуют вот так. И вне зависимости от, скажем так, состояния организма в целом, если просто лечить диабет, то чаще всего используют такой настой семена льна, либо перед едой минут за 30-40, либо между приемами пищи, и реально уровень сахара в крови снижается. И к этому есть несколько предпосылок. Самый главный элемент, который работает в этой системе над снижением уровня сахара, это слизь семян льна. Любой из этих трех способов дает возможность получить достаточно густую слизь, которая, попадая в пищеварительную систему, способна связывать различные токсические вещества. Неважно, они попали с пищей, мы были в ней неразборчивы, либо образовались в проследе кишечника. И связывание токсических веществ с лизью семян льна уменьшает явление панкреатита. И вот здесь вы получаете первый бонус. А именно, хронический панкреатит в состоянии даже небольшого обострения приводит к тому, что количество островков лангерганца постепенно снижается. И лечение сахарного диабета первого типа идет с нарастающей дозой инсулина, а лечение сахарного диабета второго типа в этом случае может перейти в лечение диабета первого типа, когда вам нужен уже внешний источник инсулина. И здесь слизь семян льна, понятно, это прекрасное профилактическое средство для того, чтобы правильно лечить и сахарный диабет первого типа, и второго типа. Если бы только слизь семян льна попадала в настой, то все было бы и прекрасно. А вместе с слизью, с оболочки, при нагревании семян льна, в раствор попадает или в настой попадает цианогенный гликозит линемарин. А он при термической обработке распадается на три компонента. Глюкозу, который тоже уже нужно учитывать при сахарном диабете. Ацетон, достаточно токсичное вещество и синильную кислоту. Вот эти все три компонента, они по-разному влияют на уровень сахара в крови. А именно, снижается секреторная способность желез, которые участвуют в переваривании сложных углеводов. И вне зависимости от того, какие сложные углеводы попадают, из какого источника вы пищеварительную систему больного с сахарным диабетом. Не важно, это овощи, особенно кардиплоды. Не важно, это крупы, либо злаковые. Или инулин, содержащие растения. В любом случае полисахариды перевариваются сложнее. И вы съели больше еды, а уровень сахара поднялся не в такой степени. Вам кажется, что получили отличный бонус. Пошло лечение сахарного диабета, уровень сахара контролировать проще. Более того, когда в этом случае не имеет значения, вы употребляете простые углеводы. Вот их нужно считать в любом случае, потому что они не требуют переваривания, и они в кровь попадут как есть. И это изменение нужно учитывать, особенно когда варече с диабет первого типа, когда количество яиц инсулина определяется вами на глазок количеством съеденной пищи. Но тут появляется еще один бонус. Когда простые углеводы, неважно они переварились, либо они просто попали в простом виде, идут в кишечник, должны всосаться. Цианогенный гликозит линеморин блокирует и всасывание углеводов в кровь. Иными словами, вам кажется, что получили еще один бонус. Второй бонус. Глюкоза и другие простые сахара не всасываются в кровь, уровень сахара в крови не повышается. Вам кажется, что лечение диабета идет прекрасно. Но на самом деле положительные моменты, если вот такое отношение к углеводистой пище можно считать положительным моментом, на этом деле и заканчиваются. Если вы взрослый человек, вы понимаете, что та пища, которую не переварили, либо не усвоили вы из пищеварительной стены, она идет по кишечнику. А там находятся различные микроорганизмы. Могут быть и макроорганизмы, которые используют непереваренную вами пищу как свою питательную среду. И чаще всего на углеводах размножаются возбудители грибковых инфекций. Грибковую теорию рака еще никто не отменял. И в перспективе, если вы длительно используете неправильно семена льна, у вас появляется онкология. Правда, для этого нужно будет 10-12 лет. Однако, если онкология стартовала именно с этой точки. Если же у вас была злокачественная опухоль, все может быть и раньше. Встреча с врачом-онкологом на консультации может состояться и раньше. Но это отдаленная перспектива, которую нельзя пощупать сегодня руками. Более близкая перспектива, она еще опаснее. Вздутие живота, либо метеоризм, ограничивает подвижность диафрагмы. Я об этом часто говорю. Если у вас нарушена работа пищеварительной системы, вы очень жестко рискуете. Подвижность диафрагмы ограничена. Венозная кровь из нижней половины тела не может перейти в грудную полость. Если у вас была ишемическая болезнь сердца, происходит обострение ишемической болезни сердца. Если у вас была скрытая ишемическая болезнь сердца, вы узнаете об этом диагнозе на консультации кардиолога. Иными словами, если вы готовите семена льна одним из ранее перечисленных способов, и у вас усилилось вздутие живота, то пищеварительность тема у вас оказалась слишком слабой. Если вздутие живота, либо метеоризм, это постоянное явление, то одним из тех способов, которые я перечислил в начале этого видео, вам готовить семена льна нельзя. Они вам запрещены. Лучше готовить несколько по-иному. И как правильно, я расскажу в одном из следующих видео на кулинарном канале Диетолога Скачко. Ну, а на этой позитивной ноте я буду это видео заканчивать с привычным подписчиком моих канала словами «Крепкого здоровья и разумного к нему отношения». А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, кто из ваших друзей, знакомых, родственников хочет лечить, либо вылечить сахарный диабет, либо не начать лечение сахарного диабета, если есть генетическая склонность, то семена льна нужно готовить правильно, чтобы помочь работать и печени, и поджелудочной железе. Если у вас какие-то остались вопросы, бесплатная консультация врача-диетолога Скачко под этим видео в форуме, пишите вопросы в комментариях. По мере наличия свободного времени буду давать ответы. Если они не будут требовать писать большие тексты на вопросы «да» либо «нет», буду стремиться отвечать максимально быстро. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram. Не забывайте искать кулинарный канал «Диетолога Скачко». Там сотни видео, в которых я рассказываю, как правильно питаться, как правильно готовить различные продукты питания, напитки, чтобы жить лучше и дольше. Ведь если вы регулярно неправильно готовите чай, кофе, каши, то вы попадаете на различные проблемы, в том числе и описанные мною в этом видео, если вы не знаете, как приготовить семенально правильно для лечения сахарного диабета. До новых встреч на моих видеоканалах!